В эфире о хлебе насущном, программа о сельском хозяйстве Красноярского края. Меня зовут Эльвира Ефимова, здравствуйте, и вот что покажем в ближайшие 20 минут. Поговорка есть, веник березки, одну тростинку достаешь, ее сломать легко, а когда целый веник, его не сломаешь, так же и кооператив. В чем преимущество фермерских объединений и какая поддержка оказывается краевым сельхозкооперативам? То, что дают, то, что дают, но туда же еще нужно вложить и намного больше вложить то, что дали. Сколько денег дают начинающим фермерам и о чем стоит подумать перед тем, как заявляться на грант? Кооперация в сельском хозяйстве далеко не новшество. И есть в нашем крае такие кооперативы, которые работают с десяток лет и объединяют сотни граждан. Однако в последнее время работать фермером сообща стало не только удобнее, но и гораздо выгоднее. Это тоже полный. Если бы я работал один сам по себе, мне было бы нерентабельно возить молоко на молоковозе, потому что, допустим, надоел я пол молоковоза и отвез. У меня водителю надо заплатить зарплату, бензин надо высчитать, амортизацию машины надо высчитать. И получается, что себестоимость молока я получил совсем копейки. То бишь нужно было думать, чтобы у меня ходил полный молоковоз. И тут появилась возможность вступить в кооператив и забирать молоко в кооператив и, соответственно, возить. И тогда у меня сейчас ходит полный молоковоз. Он ходит чаще и он больше денег приносит. Владимир Солдатов из деревни Калиновка, Саянского района, два года назад вступил в кооператив. Он и еще трое участников сдают на завод и самостоятельно перерабатывает около 500 литров молока в день. По расчетам, так ему скорее окупится покупка молоковоза, да и в целом работать начинающему фермеру стало гораздо легче. Как поговорка есть, веник березки, одну тростинку достаешь, ее сломать легко. А когда целый веник, его не сломаешь. Сейчас так же и кооператив. Если ты один фермер, у тебя там что-то, где-то какие-то проблемы, тын-тын, ты не смог сделать, все, ты разорился. А тут кооператив, у тебя трактор сломался, ты пошел к члену кооператива, обратился, он тебе пришел, помог. Кооперация в Саянском районе только набирает популярность, но уже вызвала большой интерес. Фермеры считают, что это единственный способ выдержать конкуренцию с крупным агробизнесом. Если поодиночке они были неинтересны ни молокозаводам, ни торговле, то работа сообща – это уже стабильные и оптовые поставки. И позволить себе уже можно гораздо больше. Например, складчину купить технику или нанять бухгалтера. Андрей Хиллис в кооперативе всего несколько месяцев, но уже получил от него в рассрочку четыре коровы. Они дали мне под реализацию коров, чтобы я мог им молоком отдавать за коров деньги. Я им отдаю молоко, а они за молоко вычитают эти деньги за стоимость коров. Если бы я взял бы коров сразу за наличие, то бы сразу большие деньги. А так они дали мне под реализацию. То бишь одна корова стоит 60 тысяч, 250 тысяч, грубо говоря. У меня сразу было деньги. А тут они мне дали под реализацию. Будут забирать чисто молоком. Телята получаются мои, корова получается моя. Со современными получается. Но помимо меня свой свой скот, конечно, есть. Я буду попробовать объемом сдавать молоко. Кооператив приобрел крупнорогатый скот в количестве 22 голов. Покупка составила на сумму 975 тысяч. При обращении в Министерство сельского хозяйства кооператив получил субсидию в сумме 447 тысяч. Это достаточно хорошее поспорье для кооператива. Получилось, просубсидировали 50% от стоимости покупки. Естественно, у руководителя кооператива есть желание и в дальнейшем все-таки поучаствовать в этой же программе. И есть желание также у лично-подсобных хозяйств приобрести крупнорогатый скот уже за меньшую стоимость в этом кооперативе. А это Шарыповский район и кооператив мясного направления. Он появился недавно, но его продукция уже стала популярной. Это несколько видов колбас, копченый окорок, сало и полуфабрикаты. Делают ее из домашней свинины. В городе уже знают нашу продукцию, уже спрашивают, потому что все натуральное сырье. А люди сейчас хотят есть натуральные продукты, потому что так все плохо в природе. И продукты не всегда качественные в магазинах, а у нас все свежее. Мы много не делаем. Делаем так, чтобы продать за неделю. Мы создали его, чтобы развиваться. То есть построить нормальный коптильный цех, какой-то магазин своей продукции открыть. Что мы взяли сейчас, оформляем землю по строительству конкретного коптильного цеха. Все в процессе оформления уже на кооператив. Не как ИП, не как каждый там сам по себе, а уже объединились все вот эти хозяйства. И на кооператив оформляем землю и планируем уже попытаться получить грант. От государства. Кооперативы сейчас имеют возможность получить грант на строительство, на развитие своего предприятия. То есть 40% своих средств вложить и 60% государство дает. То есть у нас 5 членов кооператива, у каждого свое хозяйство. То есть на сегодняшний день вроде бы мы хозяйство приподняли. То есть продукт, там животноводство есть, а мощностей для переработки нам не хватает. Андрей Магда занимается фермерством 5 лет. Его хозяйство находится в селе Новая Алтатка. Когда ему предложили стать пайщиком нового кооператива, долго не думал. Спустя несколько месяцев он уже почувствовал выгоду от совместной деятельности. И теперь собирается увеличивать поголовье с 40 до 100 свиноматок. Раньше приходилось продавать самому или отдавать перекупом мясо. Но это как бы невыгодно. Время очень много отнимает, если сам продаешь. У меня сейчас кооператив закупает мясо на переработку. И по цене выходит у меня подороже, чем я отдаю перекупом. Ну и получается, что и кооперативу хорошо, и мне хорошо. Немаловажным подспорьем для пайщиков является и наличие собственного цеха по производству комбикорма. Сырье для него – овес, пшеницу и ячмень – производят сами. Таким образом, корма членам кооператива обходится намного дешевле, что, соответственно, делает занятия животноводством более выгодным. Три краевых сельхозкооператива получат из краевого и федерального бюджетов 70 миллионов рублей господдержки по итогам конкурса грантов регионального Минсельхоза. Эти деньги кооперативы потратят на свое развитие. В Ирбейском районе местные фермеры планируют организовать сбор, заготовку и переработку дикоросов – кедрового ореха, грибов, ягод и папоротника, которые будут закупать у населения. Грант в размере 34,5 миллионов рублей пойдет на строительство помещения, склада, покупку транспорта и оборудования. Кооператив из Саянского района 12 миллионов рублей господдержки вложат в строительство молокоперерабатывающего цеха, приобретение оборудования и молоковоза. Ну а Боготольский кооператив получил 23,5 миллиона рублей на них купят для пайщиков картофелеуборочный комбайн, чтобы к 2025 году нарастить производство семенного, продовольственного и чипсового картофеля. Отметим, что сельхозкооперация поддерживается в крае. С 2016 года за это время госпомощь на сумму 253 миллиона рублей получили 11 потребительских кооперативов. Наверняка вы знаете, и мы уже не раз рассказывали о том, что начинающий фермер может получить безвозмездно от государства до 5 миллионов рублей. И за 8 лет, что действует эта мера господдержки, гранты помогли встать на ноги сотням краевых предпринимателей. И нам стало интересно, какие рекомендации и советы они дают тем, кто только задумал обратиться за помощью. В 2012 году решили построить деревню дачу, чтобы летом приезжать. У меня бабушка здесь жила, завел 4 овцы, кроликов, коров. Ну и все, и вот так помаленьку, помаленьку началось. Потом получил грант. Артем Денисюк до 33 лет жил в Красноярске. В деревню приезжал только на каникулы. Сегодня, наоборот, он редкий гость в мегаполисе. Здесь, в деревне Шишково, он нашел свое любимое дело – занялся овцеводством. Считает, что с выбором направления не прогадал. Животные неприхотливые, теплых капитальных помещений не требуют. Зимой едят сено и овес, летом пасутся на пастбищах. Кроме того, большой спрос на баранину. Заказы расписаны на несколько месяцев вперед. Вот малыши. Родились пару дней назад. Толчком к развитию стал грант для начинающих фермеров. В 2015 году Артем получил от государства полтора миллиона рублей. На эти деньги купил технику для заготовки кормов, трактор, косилку, грабли и пресс-подборщик. Пишешь бизнес-план, грант осваиваешь по назначению, никаких подводных камней. Только это нужно, как сказать, отчитываться. И все. Квартально, ежегодно платить вовремя налоги, пенсионный фонд. Единственный минус при получении гранта для начинающих фермеров, что ты по условиям гранта должен нанять рабочих. Одного-двух рабочих. Вот это минус. Потому что ты еще сам начинающий фермер. Хозяйство небольшое. Можно справиться своими силами. Тебе нужно трудоустроить людей. За них налоги платить, зарплату платить. Чтобы зарплату платить, нужно хорошо зарабатывать. После получения гранта Артему пришлось освоить бухгалтерию. Ведь материальная помощь требует отчетности. Расходы, прописанные в бизнес-плане, должны совпадать с реальным положением дел. Если деньги будут потрачены нецелесообразно, то государство наложит на фермера санкции. В соседней деревне Старая Черная проживает семья бронтарюков. Четыре года назад они решили, что личного подворья и трех коров им уже мало. Подали в Минсельхоз заявку и выиграли грант для начинающих фермеров 2 миллиона 700 тысяч. На него купили сельхозтехнику, 10 племенных коров и построили коровник. Чтобы получить от государства помощь, советуют готовиться к конкурсу грантов заранее. Там очень много нюансов. Там много-много-много пунктиков, которые ты должен выполнить прежде, чем это самое. У тебя должна быть земля, у тебя должны быть животные, у тебя должна быть какая-то техника. Ну, хотя бы там очень много пунктов, которые ты должен соблюдать прежде, чем вступать в эту программу. Еще одна рекомендация для тех, кто только планирует подаваться на грант, иметь свои сбережения и не рассчитывать только на господдержку. Прибыль в бизнес-план заложить минимальную, ведь затрат будет гораздо больше. Например, Татьяне и Николаю, чтобы достроить коровник, пришлось продать машину. Но в целом считают, что выборов молочное животоводство не прогадали. Сегодня у них уже 25 дойных коров. Начинали примерно с трех-четырех голов. И двое телят было. Это было маленькое здание полностью. Потом все вложено было. И грант помог очень. Приобрели технику, построили здание. Раньше на жизни дороги работал. Вице-кувалтой ломиком махал. Но это я сам на себя работаю. Вовремя налоги плати, чтобы у тебя, во-первых, и самые рабочие места у меня уже есть. Уже трещил доярка, скотник и тракторист. Ну, на отдых, конечно, еще за границу не хватает денег. И времени нет. Ну, по крайней мере, уже можно позволить и детям помочь. И уже, ну как, машину поменяют через годика-два. Уже потихонечку купятся. Позаботиться начинающим фермерам стоит и о сбытии продукции. Особенно, когда начнут расти объемы. Искать клиентов, отладить доставку или сдавать товар оптом. Пока у Татьяны и Николая с этим проблем нет. Настоящее деревенское молоко охотно покупает местное население и поступают заказы из города. Когда мы сюда зашли, здесь было, конечно, ужасное состояние. Все было развалено. Не было окон. Три года назад заброшенные коровники Ольгинского совхоза были похожи на руины. Сегодня, обретя новый хозяев, ферма преобразилась. Забетонировали полы, сделали крышу и вставили окна. Запустили новый молокопровод. В помещениях кафельная плитка и горячая вода. Табораты первоначально промывают их все доярка после дойки на своем рабочем месте. Потом приносят сюда. В каждый аппарат вставляется система. И эта система потом моет, полностью промывает все оборудование два с половиной часа. Сегодня на ферме около 400 голов крупного рогатого скота. Из них 120 дойных коров. Инициатива новых сельских предпринимателей была поддержана администрацией Ирбейского района. По муниципальной программе развития сельских территорий на покупку скота им дали 10 миллионов рублей. На них купили племенных коров. Еще 3 миллиона – грант от краевого минсельхоза, как начинающим фермерам. Их потратили на сельхозтехнику для заготовки кормов. Вот приобретенные коровы племенные. Сколько штук? 130 голов мы приобрели на выделенный грант. Плюс 5 миллионов 560 тысяч мы внесли собственных средств. Однако, считают фермеры, гранты и господдержка – это не панацея. И в первую очередь они, конечно же, рассчитывают на собственные силы. То, что дают, то, что дают. Но туда же еще нужно вложить и намного больше вложить то, что дали. Поэтому надо взвешенно к этому относиться. Просчитать все, что сможете потянуть, не сможете потянуть. Можете вы выполнить все условия или не сможете выполнить все условия. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень ответственно. 5 лет после получения гранта мы должны отработать 5 лет. И 5 лет мы должны выполнить все условия по бизнес-плану. Конечно, это очень ответственно. Это очень много бумаг, отчетностей, которые мы должны сдавать и в администрацию, и в Министерство сельского хозяйства. В этом году гранты «Агростартап» до 5 миллионов рублей получили 14 фермеров из 6 районов края. Господдержка на создание и развитие бизнеса составила им почти 58 миллионов рублей. Среди победителей конкурса 5 проектов бирюлюзских фермеров, по 3 проекта от Новоселовских и Емельяновских агробизнесменов. Также прошли отбор проекта из Ачинского, Манского и Тюхтецкого районов. По условиям программы государство возместило фермерам 90% затрат на реализацию задуманного. С этого года принять участие в конкурсе могли не только главы КФХ, зарегистрированные на селе в текущем году, но и сельчане, которые только планируют создать фермерское хозяйство. На Гранд Агростартап можно купить земельный участок, технику, инвентарь, оборудование животных, а также отремонтировать сельхозпомещения. Отметим, что деньги начинающим фермерам выделяются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Конкурс на предоставление грантов проходит в два этапа. И первый – это проверка документов. Сейчас в этом фермерам помогают, причем бесплатно. Выигрываем Агростартап. Проходит пять лет. Да, мы подписываемся под обязательствами годовыми, грубо говоря, где у нас объемы, выручка товарной продукции и, значит, выполнение их каждый год. То есть все будет рассматриваться по бухгалтерской отчетности, которую представляем министерство. Здесь не только помогут с подготовкой документов для гранта, но и грамотно составят бизнес-план. Ведь его защита – это основной этап конкурса. А также предупредят, что за полученные средства нужно будет отчитываться. Написание грантов или проектов развития крестьянско-фермерских хозяйств, либо других проектов развития – это всего лишь одна маленькая подуслуга в рамках комплекса информационно-консультационных услуг, которые мы оказываем. Мы консультируем в сфере получения мер государственной поддержки и все, что с этим связано. Также мы осуществляем бухгалтерское и первичное кадровое сопровождение тех хозяйств, которые уже стали грантополучателями или получателями мер господдержки. Это тоже делается на бесплатной основе. Центр компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров работает в Красноярске, а также в Держинском, Тосеевском и Мнусинском районах края. Телефоны для связи указаны на экране. На сегодня это все. Встретимся ровно через неделю на каналах Енисей и ОТР. Всего доброго вам и до свидания.